Мангу и аниме Я недавно совершенно начала смотреть Буквально, может, месяц назад Может, полтора месяца назад В общем, я осилила все три сезона Некоторые сезоны я смотрела Вот так вот, что вообще взахлёб меня так накрывало Хотя Товарищ по скандальту сказал, что это неправильное Слово ему, оно непонятное Типа, надо говорить, да запила В общем, меня настолько накрыло этим аниме, что Местами я Всё свободное время, которое можно было Потратить на что-то иное, или просто Свободное время, которое можно было потратить на пару серий аниме Уходило у меня даже Или которое можно было потратить на сон Уходило у меня на аниме Аниме про мангак Как сказал товарищ Но товарищ его не смотрел Да, аниме действительно про мангак Про журнал Сёнэн Джамп Про Ашироги Мута Не поверите, одно из тех аниме, которые я запоминаю Актёров В смысле, название Ну, тут, конечно, не актёры Сэйю я не знаю, я не смотрела Не знаю, кто там Сэйю озвучивал Честно признаюсь, смотрела в озвучке Анкорда Анкорда, да И Да, я понимаю, что лучше смотреть сабами Лучше вообще в оригинале Но вот мне удобнее смотреть в озвучке Некоторые аниме, конечно, я смотрю не в озвучке А сабами Некоторые я смотрю даже с английскими сабами Или уж так придётся В общем, аниме про мангак Двое мальчиков и одна девочка Внезапно решили в 14 лет Вот мы сделаем аниме Точнее, мы нарисуем мангу По нему снимут аниме А ты озвучишь главную роль Честно хочу сказать Мне эти две девочки До последнего момента Дико раздражали Что Мьюси Та ещё т.п Что Адзуки Миха Ещё одна Не то чтобы она т.п Но такая эгоистичная сволочь Откровенно говоря Сайка и Сюджин Такие хорошие мальчики Не поверите Я никаких запомнила Они друг друга Я и правда не помню ту серию Где они из какого-то перепугу Решили друг друга так обзывать Я помню, что у меня это аниме Долго лежало в закладках Третья серия У меня и раз пять пересматривалась Начинала я смотреть Почему-то с третьей серии Первые две видимо совершенно не шли Я и на некоторые аниме Если они у меня не идут Но что-то хочется Я их тыркаю посередине Сезона, сериала Вообще на какую-нибудь Требую серию Тыркаюсь и начинаю смотреть Тут я пять раз пыталась Третью серию посмотреть За несколько лет жизни Не шла совершенно Первую серию Я что-то стала разбираться В своих травах, цветах Сушёных на окне И поставила её фоном И где-то на пятой минуте Я поняла, что она меня затягивает Поставила на паузу И потом уже после всяких дел В свободное время села смотреть Уставилась вообще И короче говоря Во-первых, если вы занимаетесь Кондитом Если вам нравится манга Если вы любите аниме Если вы хоть как-то рядом Мимо Когда-нибудь Передачили, переводили Клинили, тайпили И упадали в гимп В фотошоп Или ещё куда-то То Вам это аниме По-любому понравится Вот чисто для меня Я кое-что И даже некоторые моменты Для меня многое стало ясно То, что раньше Я нифига не понимала И не могла понять Очень оно мне напоминает Мангачество Это творчество Мангак мне очень напоминает Скандейт И вот Благодаря одному Товарищу Нашему японисту Честное зелёное Я даже Тайпила в этот раз Свою Хамуру Тамуру Четвёртую главу Чисто вот Следуя Вот указаниям Допустим Мики Сан Да Мики Тире Такой Дефисчик И Сан Допустим Да И перенос Мики Потом вот На следующей строчке Дефис Потом Сан Это чисто вот Примеры Как вот Я думаю Что Как бы сказать Деятельность Кондейтера И деятельность Мангак В чём схожа Что вот Чем дальше Тем лучше Чем более качественно Чем более понимаешь И в принципе Ловишь тот же кайф Допустим Той же Нашей Рендропс У нас обычно План такой Где-то вот Понедельник-вторник Сдаёшь перевод Ну раньше так было Сейчас вот Более-менее Так в принципе Я по крайней мере Стараюсь этого придерживаться Хотя у нас план то есть То нет Вторник Значит Среда-четверг Сдаёшь редакт Крайний срок Четверг Да и В пятницу Там суббота Это вот уже Клин, тайп Бета Уже воскресенье И релиз Тут же точно так же Дается неделя Дается неделя Людям Нарисовать сюжет Раскадровку Я узнала Что такое Раскадровка Манги Что она существует На это вот Рисование Ну ясен пень Что мне Конечно же Нравился Сайка Даже больше Чем Сюдзин Потому что Тот тоже Тот еще Перец В общем Девочки Главные героини Там конечно Хотелось иногда Их придушить То что Мальчик пошел По стопам С его дядей Я наверное Сейчас весь сюжет Расскажу Для тех Кто его не смотрел Не буду Перескатывать Весь сюжет Но короче Очень классное аниме Я запомнила Этого мальчика Который Мне дико так нравился Этот ворон Я даже В своих обзорах В каких-то Или стримах Иногда С ним Что-то сравнивала Нейдзума Сё Нейдзума Эджи Нейдзума Сё Я единственное Не поняла Почему он То Эджи То Сё Так же как Аоки Сенсей Аоки Джо Аоки Джо Ну Соответственно Ангур говорил Аоки Джо Аоки Джо Или Аоки Ко Что у нее В реале Севдонима Что реальное имя Я не очень поняла Наверное Я как-то Очень быстро Или что-то Дела фоном Под эту серию Где вот это Объяснялось И рассказывалось Поэтому не запомнила Но вот Удивительно Что я запомнила имена Что я запомнила название То бишь Я еще помню Вот прошло Чуть меньше суток Меньше чем сутки Прошло В 6 утра Я закончила Последнюю серию Смотрите Я что-то так Ну конечно Там последние серии Они растянули Я уже думаю Ну блин Вот сейчас Это Я не думала Что там этот Хэппи-энд Будет в последней серии Конечно Когда Сайка Садится в машину Со своей Миха Вот я рассчитывала Что там было А под конец Они на машине В пьявере В какую-нибудь стену Финиталия комедия Все померли Садистовщина Или наоборот Он мне говорит Миха Ну вот Исполнилась Наса мечта Ты озвучила Значит первой серии Героиню Нам Главную Нашей манге Реверси Типа Теперь давай Поженимся И вот Если бы она Ему говорила В ответ На вопрос Выходи за меня Выйдешь за меня Она бы сказала Тоже было бы круто Ну конечно Там все закончилось Хэппи-эндом И Еще меня бесил Главный редактор Вот не помню Как его звать Может быть Он меня настолько бесил Поэтому я не запомнила Его имя Он меня настолько бесил Что он меня бесил Даже больше чем Миха и Миоси Эти кстати Беж с собой подружки И мама Миха Была влюблена В дядю Вот я хотела загуглить Реально ли существовала Такая манга И такой этот Как бы Мангака Потому что Вики Когда Где-то вот в середине Второго сезона Меня дико бесил Миура Сан Миура Сан Это проходящий Редактор Ашироги Мута И он меня настолько бесил Что я полезла В последнюю серию Второго сезона А потом в итоге Уже чисто полезла Читать Вики Чем там оно закончилось Закончится Поняла Что закончится Все-таки хэппи-эндом И все-таки им дадут Это долбанное аниме Правда не по той манге Манга PCP Еще такая Вот она В принципе там и закончилась Что она и все еще У них идет Нейдзума Эйджи Со своим вороном Мне вообще сначала Так понравилось Вот там рисовка Вот это Есть такая манга Я ее не дочитала Она тогда была В процессе перевода Не знаю как сейчас Перевелась или нет Хадзи Кун Вроде ее читал В оригинале Хрен его знает Ну не уверена Врать не буду Ибо не вру Не уверена Что он там ее читал Не читал Как вообще Ну как бы Есть такое аниме Мадока И вышло сначала Аниме Мадока Потом уже по нему Стала Как бы манга Потом уже по манге Игра И т.д. И т.п. Вот сейчас Наша команда Наш квартет Внутри этой команды Снова переводит Релизит эту Надеюсь в эти выходные Выйдет вторая глава Как раз По Игра по Мадоке По игре Манга И по манге Потом еще будет Аниме на следующий год Магирека В общем вторая глава И вот как раз Вот это аниме Мадока И параллельно Выходила манга Когда еще не понятно Было какой сюжет Как что дальше В 2011 год Кажется Потому что в принципе В тот год Мне много чего нравилось Намного чего я западала И кстати Что хочу сказать Бакуман Вот у меня Для меня он теперь На уровне Урабоку Вот Урабоку и Бакуман Хоть они совершенно разные По стилю Там какая-то фэнтези Тут более такой реализм Но для меня Они два таких Вот конкретно Любимых теперь аниме Ну Мадока Это так Вне конкуренции Но Основной косяк Такой вот именно Что Урабоку И Бакуман И Как бы У Нейдзума Эйджи Ворон Вот этот Очень мне по рисовке Напомнил Вот эту волшебницу Кадзуми Которая выходила Как раз Параллельно Практически Когда выходила Аниме Мадока Вот первая серия Мадока И там началась Вот эта первая Глава манги Волшебница Кадзуми Это как раз Спинок по Мадоке И вот один в один Вот эта Кадзуми Мне почему-то Напомнила Этого Ворона Нейдзума Эйджи Либо же Ворон Нейдзума Эйджи Сам герой Вот этот Ворон Напомнил Кадзуми Ну конечно Когда он там Бежит за Вороном Этот Нейдзума Эйджи В смысле За птичкой Ворона Моя рёт Ворон Ворон Я слегка Пофигевала Мне местами Казалось Что он какой-то Ну Очень захватывающее Аниме Очень классное В общем Если вам Вы когда-либо Работали Хоть даже Внештатником Как я в своё время В какой-нибудь газете Газета конечно Не журнал Но тоже редакция Если Вы любите Редактировать Переводить Читать Как я уже говорила Мангу Либо как-то Даже если вы Тупо любите рисовать Меня настолько Вдохновило Это аниме Что я Попёрлась Играть на пианино Свою Бывшую В смысле Как бы Она моя До сих пор есть Но в своё время Она была Моё произведение Музыка 53 ангел Only for you My angel Или как-то Только для тебя Короче Мой ангел Да И названия У меня всегда Дурацкие такие У меня названия С названиями У меня туго Что с текстами Что с музыкой Короче 53 номер Который у меня Сто время был Как визитный Карточка музыкальная И в общем Я её не играла Вручную Вообще Вот живую На пианино Лет 10 Наверное Я вот Благодаря этому Аниме Часа 2 Наверное Играла на пианино Этого ангела Меня попёрло На рисунок Но правда Дальше рисунок Дальше каких-то Мелких набросков Не дошло Но оно настолько Вдохновляющее Аниме Оно у меня даже В какой-то момент Было не оторваться Я попросила Чтоб меня пнули В сканрейт И потом уже Даже сама Отрывалась От этого просмотра Какой-нибудь серии И пёрлась В этот сканрейт свой В общем Очень классное аниме Если вы хотите Вдохновения А у вас его давно Не было Гляньте Даже если вы Не любили аниме Никогда его не смотрели Вообще не представляете Чё это такое И при слове аниме У вас с ассоциацией Идёт Большие глаза Длинные ноги И какая-то Непропорциональная фигура Вот ну там Близко к реализму Вообще И Многое узнаете О 6 мангак Короче Возможно Я что-то забыла Сказать Возможно У меня как обычно Сумбурный обзор Да Кстати Это Судзана Чан Если бы Её предков Родители Не убили Допустим Ведьмы Или же Если бы Она не встретила В своей жизни Кьюбы Так что Может быть Конечно Кое-кто Будет говорить Что это парик Всё-таки Уже говорили мне Что он Как бы по цвету Не соответствует Судзаны Ну будем считать Что это Судзана Чан В состоянии Не ставшей Волшебницей Соответственно Не встретившей Кьюбе И как бы Не общавшись С ведьмами Может быть Цветопередача Её цвета волос В цветных Страничках Манги В тангобонах Или журналах Была Как-то Немножко Не такая Ну Может Ваше зрение Было Не так воспринимало Может На мониторе Она не так казалась А на самом деле У него Такие цветные Волосы Цветом Волосы были В общем Всем спасибо За просмотр Всем Отличного Аниме Суперской Манги Всем советую Просмотру Бакуман Если вы его смотрели До моего обзора Вообще в курсе были То пересмотрите Всем пока